12-летняя Ульяна Шелковская с раннего возраста приучена все делать по правилам. Для нее нет слова почему. Нельзя – это закон. И неважно, касается это спичек, красного сигнала светофора или глубины. Купаться без взрослых – табу, особенно в реке. Это поняла еще два года назад, когда сама примерила на себя роль спасателя. Моя подруга когда плавала, она зацепилась ластами за камень. И было очень сильное течение, и я боялась заходить в воду вообще, но я понимала, что она может умереть, и поэтому я ее вытащила из воды. Храбрости Ульяны могут позавидовать многие, но рисковать собой дети не должны. Специалисты напоминают – за несовершеннолетними необходим присмотр родителей. Вот только в реальности все иначе. Подростки предвосхищают свои возможности и, как минимум, заплывают за быки. Только за неделю спасатели вытащили из воды двух человек. Дети находились без взрослых, но много детей приходят на реку без родителей. Мы стараемся их предупредить и оставить здесь на пляже, потому что если их наругать на них, они уйдут в другое место купаться, и там может произойти несчастный случай. Поэтому они здесь под присмотром, и мы стараемся оставить их здесь. Правила купания, оказание первой помощи и примеры. Больше всего внимания детей было приковано к последнему пункту. В нем организаторы поучительного занятия собрали конкретные факты и беспрекрасно рассказали о том, как шалости оборачиваются трагедиями. В нашем шестом микрорайоне, когда девятилетний мальчик нырнул ребенок, ударился головой о грунт, сломал шею, потерял сознание, ребенок погиб, спасти ребенка не удалось. На озере Сокшинник дети плавали, взяв пластиковые бутылки под мышки. И два мальчика девятилетних хотели переплыть водоем. У одного ребенка бутылка выскочила, и ребенок утонул. Слушатели необычной лекции признались, если раньше и было желание почувствовать себя взрослыми и отдохнуть у воды со сверстниками, теперь несколько раз подумают и снова повторять для себя жизненно важные правила. Нельзя заплывать за обойки и нельзя купаться в запрещенных местах. А почему? Потому что в запрещенных местах нет спасателей, и если ты начнешь тонуть, тебя не смогут спасти. Есть такая пословица «не знаю, броду не лезь в воду». Ну, я ее соблюдаю. Ну, я люблю понырять, но далеко сильно я все же не рискую отходить от берега. Вот я знаю, что я не заплываю там дальше, потому что я не умею плавать, я туда не буду плыть, потому что все-таки страшно, хочется жить. Ульяна Шелковская будет в Сузорье еще несколько недель. Все это время вместе с отрядом она сможет спокойно купаться в озере или реке. Для этого лагерь уже много лет тесно сотрудничает со спасателями. После смены безопасность девочки станет заботой родителей. Ангелина Дикун, Иван Боровой, Бобруйск, 360.